Сегодня Фарману Салманову, первооткрывателю сибирской нефти, исполнилось бы 92 года. С раннего утра последователи великого геолога, ветераны нефтедобычи, приносят цветы к его монументам в городах Югры и Ямала. А в Сургуте, в историческом памятнике доме Салманова, сегодня по случаю, проходил день открытых дверей. Каждый мог попасть на экскурсию в музей бесплатно. В том числе познакомиться с историей нефтедобычи в регионе, увидеть, как жили первые геологи и следующие наши края. Смогли и дети, и подростки из Макеевки. Сто юных жителей Донбасса сейчас гостят в Сургуте. Такой летний лагерь в нашем регионе организуют уже второе лето подряд по соглашению между администрацией Макеевки и правительством Югры. Чтобы знакомство с такой сложной темой, как геология, было веселым, сотрудники музея приготовили для гостей из Донбасса квест и мастер-класс по рисованию. Но не совсем обычному, а всего с использованием одного цвета, темно-коричневого. Во всем мире эта краска больше известна как сырая нефть сорта Уралс. Именно такую чаще всего добывают на месторождениях нашего региона. Ее залежи в прошлом веке и искал Фарман Салманов. Очень много интересных экскурсий, очень много нового узнали. Тут очень интересная природа. Вот это, наверное, поражало. Я нарисовал про космос, потому что мне однажды приснилось, что я с папой лечу в космос. Это все очень новое, потому что никогда не бывала тут, никогда не видела вообще нефть, не рисовала. И не знала, что вообще такое возможно. Мы попали в лагерь, нам все очень нравится, мы этого не видим. Ну да, мне очень понравилось. Я впервые узнала, что можно нефтью рисовать. Я думала, ну и нефть очень похожа на акварель, как я в художку хожу. Вот, и мне очень нравится рисовать. Я рада, что поехала вообще в этот лагерь, потому что тут очень много экскурсий, много узнаю. Продолжение следует...